Сори оттуда. Володя в царя бомбу кидал. На самом деле, да-да-да. На самом деле, все верно. Давно живу, Ленина, помню. Так вот, в то время, когда ребята ходили на дискотеки, на детские, я уже в это время, конечно же, работал, и творческая моя деятельность особо денег не приносила, впрочем, как и сейчас. Но на самом деле... Всегда удавалось как-то подработать. И я, когда вот у меня какие-то застои творчества были, я сразу шел работать, на обычной работе. Работал, примерно, это середина 90-х, я работал в фирме, которая торговала металлом. Швеллер, уголок, все вот это вот. И, значит, отправляли все это из нашего, как Женя говорил, славного города Чайковский, за 300-350 километров, в славный город Пермь. Вот. Такая простая задача была. И как-то отправили тоже очередную партию, машину. И забыли положить документы. А фирма, с которой мы работали, была совершенно новая фирма. Мы с ней еще никаких дел не имели. И спохватились поздно. И, значит, говорят, слушай, ты же завтра в Пермь, в командировку. Я говорю, да, вот заедешь в предместе Перми, там, на большие склады, и отдашь им документы, все сертификаты, все-все-все. Мы, говорит, сейчас ребятам отзвонимся, предупредим. Я говорю, без проблем. Вот. И, значит, они им отзваниваются и говорят, слушай, пацаны, короче, так, значит, машина ушла, все, товар будет, но мы забыли документы, но все будет четко. Значит, Володя приедет, братков привезет. Вот. Просто они говорят, а может, не надо? Они говорят, что не надо? Мы с вами вообще первый раз это. Потом все будет четко, можно и нет. Но сначала Володя братков привезет. Понятно? Я такие, ну ладно. И, значит, я ни о чем не подозреваю. Знаю, что, ребят, предупредили. Утром сажусь в машину и спокойно еду. У меня был набор ротерских песен. В основном такая дорожная тематика, знаете, трасса Е-95, дорожная вот эта Сукачева. Ну и, конечно же, любимой была вот эта песня. Поехали. 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 Шопен, долю хвостом упал, Я мотались по жизни, по грехой стане. Позади километры оборвали струн, Перед них рожили неопознанный хвост. Еду, 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 еду я, В реки с небес, голых и полях. Видел я вчера в твоих глазах Шар воздушный, глобус в небесах. Посидел ты с друзьями, немаленный роман, Не выбрасывай, мама, мой чемодан. Посижу тебе много и снова пойду, Но что-то ищу, да и так не найду. Еду, 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 еду я, В реки с небес, голых и полях. Шар воздушный мне подскажет путь, Я к тебе приду когда-нибудь. Наплевать на погоду, коль исправлен мотор, Оглянулся назад, подписал приговор. На моих золотых время не стекло, И я верю, сквозь дождь, Оно по горе стекло. Еду, 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 еду я, В реки с небес, голых и полях. Дай мне на дорогу, в реки с небес, Чтобы сочинить еще куплен. Еду, 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 еду я, В реки с небес, голых и полях. Звезды в небе мне подскажет путь, Я к тебе приду когда-нибудь. Кину, вижу, полумрак, полумрак, И я понимаю, что вот комната метров 20, И стоят вот по стенам люди. Почему-то сидит впереди человек, Вот так вот, очень напряженный за столом, Вот за каким-то бухгалтерским, И на меня вот так в упор смотрит, А по бокам стоят люди какие-то. И вот когда я зашел, дверь закрылась, И кто-то мне еще за спину зашел, Закрыв эту дверь. Я так вот потихонечку оглядываюсь, Ребят, может, я не туда-куда попал. Они сказали, Ты что, один? Я говорю, Да. Я говорю, Вот, вас же предупредили, Что Володя Братков привезет. Все. Они снова говорят, Ты один? У меня что-то в голове не складывается, Я говорю, Да. Ну вот, я, Володя Братков, я приехал. Они, Что, что, как? Я говорю, Я, Володя Братков. Такая пауза минутная, Включается свет, Они как, Давай ржать просто. Я смотрю, Крепкие мужики стоят, И у них сразу движуха, Они что-то столы сдвинули. Еду и достали. Говорят, Садись с нами. Я говорю, Не-не-не, Мне там ехать надо, Вот ваши документы, Я поехал. И каждый раз, Когда машину отправляли к ним, Они вот так весело всегда говорили, Это нам, Браткову привет передайте. Спасибо.